добрейшего геройского времени суток на связи антиквар добро пожаловать в героев меча и магии 2 где мы продолжаем проходить кампанию цена верности из одноименного дополнения к этой игре ну в общем в оригинале она называется price of loyalty значит сразу же поясню что мы будем делать мне тут на первом стриме по где мы записывали это прохождение сказали что лучше идти вот по длинные ветки до через сценарий 3 и 5 нежели через сценарий 4 потому что так будет больше наград которые здесь нам даются но мне хочется пройти все миссии из этой компании поэтому чем мы с вами делаем чтобы вы не удивлялись вот в этой серии мы проходим миссию номер 4 из короткой ветки потом загружаемся и идем по длинному сценарию миссии соответственно 356 то есть порядок миссий будет немножко нарушен так что не удивляйтесь все ради того чтобы все миссии до сыграть то есть тут вообще можно пройти за пять миссий эту кампанию я хочу посмотреть и вам показать все восемь и так сегодня мы стартуем сценарий номер четыре без на подготовившись к вашему приезду крегер возвал к силам некромантов чтобы сорвать ваши поиски вы должны захватить замок скабсдейл до первого дня третьей недели пока некроманты не стали слишком сильны для вас до первого дня третьей недели а это миссия на время это я люблю до первого дня третьей недели интересно пройти бы так ладно что мы можем здесь выбрать медаль доблести плюс 1 морали магический браслет плюс 2 к силе магии и шлем защитника плюс 1 к защите скоротечная миссия прям даже сложен но давать наверно магический браслет я там посмотрел играть мы будем за колдунью у нее с магией проблемы силой магии поэтому магический браслет должен зайти неплохо ну что же поехали какая у нас интересная барышня колдунья ватавна ой какой у нее кач кайф орлиный взор нам дали ну слушайте такой же кайфец да то есть могли разные как ждать я так понимаю вряд ли это вот стандартный но нам повезло итак у нас была награда кстати я пропустил кираса андурана кайфовый артефакт увеличивает защиту на 5 и у нас статы 0653 но такая не типичная колдунья даром что ватавна так благословение на месте что у нас с городом карта маленькая у нас две недели на все про все есть немножко войск есть гильдия с волшебной стрелой подходящий поможет нам замедление бы еще до или ускорение был тоже хорошо но выбирать не приходится перестраивать ничего нельзя в двойке да и в тройке в ванильной тоже и в этом городе замок поставить нельзя все понятно так сохраняемся потому что ну слушайте за две недели это круто это сложно но будем пытаться армия у нас кстати есть до 1 феникс вот можно в нижнем углу видеть ну давайте вот так посмотрим один феникс 12 улучшенных эльфов 23 улучшенных гнома 2 единорога 30 феек но там еще в городе сидели по 15 феек 6 гномов и 3 единорога замечательно лачуга волхва пойдем так он нам сейчас чуть пока покажет дан хижина мэгги наши любимые ага он нам покажет замок некроманта которые нам собственно надо забрать отсюда осуществляется либо ножками по дорожке вот по этой либо через монолит двусторонний но пока не понятно как именно мы будем добираться то есть судя потому что есть и монолит и дорога есть разные пути до карта лабиринт еще близко всему или что но и нам обязательно красный шатер путника посетить потому что перед замком установлен красный барьер нам блога не помешало и судя по снегу на карте не помешал бы поиск пути прямо скажем у меня в ушах музыка громковато можно я троечку поставлю вроде четверка было ничего нормально в прошлый раз сегодня прям давит ну ладно поехали гвен за 1 м джим привет привет ребят кто присоединяется так ну шатер понятно нам в общем дали ключик от того барьера группа свирепых людоедов путь силы это через них да и видимо тут три дорожки блин у нас нет выходить не хочется но видимо придется потому что вроде как вот тут именно он ладно это должно было быть просчитано да то есть в принципе не должно быть проблем на грудник надо забирать у нас будет 9 защита тот же феникс будет танковать как не в себя вопрос можно ли у граф немножко здесь водить или как как благословение кидаем здесь урон нужен мы спиливаем чуть больше 1 угро эльфами как мы здесь соответственно встаем поводить да сейчас поводим можем фениксом потом здесь просто встать перегородить дорогу да потому что терять конечно раз два три четыре на вот сюда встанем терять здесь конечно никого нельзя но окра если не сморалится то все будет прям по нашему плану мы сморалимся лично а угры нет а ха ха так бить его не будем просто встаем и терпим 26 урона в общем танкуем легко это дело защиту ну это просто 21 урон а защита не режет урон тут в двойке что ли 2621 не понял так ладно 18 ну еще удар мы точно танкуем а там и единороги подключиться пораньше их подключить да ребята плюс знания но в общем здесь здесь красота ватана качается в лучших традициях колдуньи просто красотка чудо как хороша эта девушка да я согласен с тобой пор лес тут скорее всего не защита видимо тут понятия дефа вообще не это просто пропуск хода идти вот много птиц чуть я даже и не знаю ну потому что это минус эльфа что будем пробовать сюда наверно до пробиваться со штрафом вот с этим вот совсем а здесь маги стоят здесь крестьяне интересно кого бы выбрать посмотрим путь чего это ну хотя по снегу блин лишний раз бегать в общем тут путь чего-то не на колдунство какого-нибудь да раз к магам пойдем крестьянам у чисел о 200 мужчин с серпами и 5 стеков при этом до 1000 мужчин с серпами 200 в стеке солидно у нас феникс убивает но в среднем 60 а к эльф сколько убивает если дадим блэс то будет убивать 100 но мы блэс не дадим мы жадны сейчас бы еще на мужиков блэс тратить это как-то странно фейка сколько ну где-то 75 до грубо говоря сейчас они же под прожиг еще встанут молодцы какие а тут еще они дорогу перекроют будут тупить какой же кайф мужики об сейчас будут тупить чу тут нет вы это так бы свои такая что-то хорошо залетала ну ладно пора включаться птицы о ком иду 632 мужика отняли 6 у нас прекрасно просто изумительно пока отнял 28 надо стрелять сюда то не равен час птицы еще от едет 2812 да это мы еще броню подняли до без нее был бы вообще кисло ладно полагаю прорвемся сумрак алик шер антон приветствую всех кто присоединяется удачу можно взять ну хотя бы хочется сказать но вот тут лога и поиск пути до этим снегом ну ладно удачу берем естественно это у нас что такое алтарь воздуха помните да в первой миссии был алтарь воды там нанимали элементарий воды за какие-то безумные деньги тут можно воздуха нанимать но мы чего не будем наверное это делать придется кого-то увольнять погнали за фейками наверное плюс 25 феечек четвертый день по идее вот дорога да вот тут проходит тут наверно еще 15 блоков вниз уходить как-то не хочется а тут наверно лес тут наверно нельзя тут несколько архимагов можно было на фениксе просто прожечь их да и все я вообще не туда поехал в итоге или что да там лес а тут много зомби мутантов пойдем не хотят драться мы хотим мы жесткие злые сейчас был зомби мутантами еще не драться пропускает ход до дефа тут нет как такового тоже без магии пока такие бои где можно ману и поэкономить тем более что у нас она не полная мистицизма даже в его минимальном исполнении двойки где совсем немного тебя бонусов за это нету поэтому ладно тут можно фениксами легкую танковать совсем они не бьют легчайшее пробитие 93 девочки так дерево чё хочешь бесплатно готово так лога или дипломатия налогу берем да дипломатия конечно не честный навык в двойке где просто кто-то возьмет присоединиться но мы играем честно и честные ребята седьмой день слушайте половина времени отпущенного нам так то вышло где-то мы вот тут его закончим мы видим что тут крусейдеры елки-палки крусейдеров бить без замедления 108 феек ну такое а сколько гидр игру по десяточка десяточка наверно уже не та ситуация чтобы ману экономить да они очень медленные но мы даже одну не выбиваем по идее надо их отманивать причем назад мы же затанкуем удар восьми гидр должны нормально затанковали кстати еще разочек можем до себе это позволить этот трюк 35 вроде как больше и не можем можно ли здесь без стрелки или отдать ее нежели не жадничать будет четыре и там единорогов подключить уже так раз-два в принципе пока наверно давайте стрелку одно отдадим точно не будем крохоборничать как-то очень тоненько прям на грани она ползет до куда не сюда и мы единорогом и и путь перегора преграждаем хотя можно и фениксом ударить дам по идее можно очень мораль по на все нет проблем у големов нет проблемов хорошо разбираем здесь или мечники или курсадеры дайте-ка подумать кого же мы будем бить наверное мечников слушайте интересный выбор конечно тут конечно можно попадая если так вот кто фанат просто по жесткому пути ну там через магов через птиц вот пожалуй тот самое жесткое тут ну типа загораживаешься до единорогами фениксом теряешь феек здесь с ними скорее всего этой боевки привет виталий тебя тоже с наступающим ну что сюда правильном правильно так а фейка сколько бьет 3636 иметь ввиду что под блесом фейка способна на многое можно фениксом то есть удачкой как же во время и хорошо она залетела ну да нормально нет проблем ой как же он ударил вот какие же вы стратегии тут просто красавцы так я думаю можно даже единорогом пойти до феникс очень хорошо танкует феникс чудо как хорош волки так а вот так что ли ну наверное ну судя по всему здесь довольно спокойно успеваем вопрос кто здесь стоит волков много ну ладно колодец бы дали даму она пополнить но нет тут все жестко тут все прям вот элементарий можно набрать принципе деньги для этого есть ну ладно мы уже без них идем идем родной армии я полагаю что так мы и будем делать так деньги тогда я зачем собираю трачу мувы непонятно вообще под волков подставлять феникса не хочется с их двойным ударом поэтому тут мы пропускаем надо было на фейку кстати было скидать а тут мы загораживаемся в любом случае слушать и 21 мана ну блин не хочется отдавать вот вот тут и либо замедление или ускорение фейку было бы прям конечно роскошно на все едят некоторое количество чё же делать что не попишешь девять штук на ерунда логу двигаем или мистицизм слушайте но мы очевидно успеваем добежать мистицизм возьму несколько дней до послушаем она порегенец серьезнее а и тут все равно крусадров бить и только через них а и тут наверно будет портал где-то да то есть дорога это именно вот-вот я-то думал тут пройти можно будет а тут везде лес крусадеры значит ладно пусть будут девять штук в одном стике да дали бы замедление было бы изи к . ой какая мораль еще бы удачка и вообще был не конечно красота шестерка то кофейка сколько бьет 12 какой он до подкрадывающийся дракон или тигр я не знаю но в общем в общем подкрадывающийся так минус конь будет более на так минус фейки они еще рубят два раза да но наверно по фейкам будет бахать так а урон у него 1020 нельзя проклясть в смысле а я и не знал что их проклясть нельзя я просто раньше когда играл в двойку я такое заклинание ну проклятие какой-то я не использовал никогда думал к ерунда ну вот сейчас поиграв в тройку плотно да я понимаю что когда урон 1020 у существа ну заставить его минимально бахать это очень круто и по крестоносцы типа святые ребята до двойной урон понижите но мы благо благо не из этих нормально нормально 26 феек тут у нас подкрепление зеленый шатер а у нас нет зеленого все в порядке у вас а где можно было взять зеленый эту зеленую штуку ну что и 18 елки-палки такие жесткие то в смысле чего вас так много-то в гномиков мы вами вот этих будут добавить 18 единорогов не чусь и ой какие вы молодцы как вы хорошо пошли два раза можно было бахнуть и улететь 35 она бьет да было бы конечно неплохо раз два три 4 5 как раз по птички на раз два три 4 5 то есть вот сюда не достает этаке надо феями врываться четыре раз два три удар о моралька рож отделались легким испугом но и тратами маны следопыт да не нужен вроде как уже выяснили что успеет занятная миссия кстати вот он портал до много людоедов но они медленные медленные но их много мы начинали с 12 там да а тут конечно чуть побольше ладно блес на фейку и разваливаем вот этого здорового пробить насколько мы под блесом будем 25 тоже 25 хорошо врываться или нет вот в чем вопрос врываться надеюсь вот эти ребята не сморались а то это будет минусы так вот этого парня тянем до мана кончается просто минус 8 на просто минус 8 хорош пике mvp этой игры короче не оставляют шанса своим соперникам а в день 4 тендену мы вот здесь давай лазим мало мало несколько несколько вот это вот все так у нас маны чо маны мало мало да за два дня мы восстановим 4 единички ну будет хотя бы 13 но в принципе на блесике на несколько стрелочек у нас так то и нет ничего 48 на 5 это сколько двести сорок 40 надо без мана постараться справиться и без потерь бы до без потерь я даже и не знаю что-то как жестко но предположим можем чуть-чуть оттянуть и вот 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 ну и все до феникс то оттанковался один раз еще можно тонкануть не факт что он ко мне пойдет вообще просто встаем в дэв что ли отлично пошел к нам ну тут короче терпим ходить будет первый вот этот что ли ну первый эльф понятно лично терпит птица хорош ну такой бой слушать без маны прям на тоненького баллистика кстати говоря баллистику еще фильм побольше сто восемьдесят четыре фейки такой же кайф и вот они мы здесь пятый день можно нападать на седьмой да можно даже вот не торопиться на следующий чё нам отдаст помани дай особо они даст будет 16 до на следующий ход 14 в общем плюс заклинания наверно так и надо делать можно сразу просто дать там люлей на следующий ход он не убежит надо полагать давайте запишемся на всякий случай я конечно как вы видите стараюсь по минимуму это делать а мы даже успеваем да поехали тут базовый герой странно что некромантами управляет рыцарь это все равно восстановит от этого надо сразу фейки набивать самой опасной здесь мы их мало как бы в этом плане очень опасный ух ты как он стал то ничего себе самый хитрый что ли ну без разницы на все равно выигрываем кто больше нанесет дракон 2545 23 ну да не стал фейку бить серьезно это что за next level play сейчас уберем феникса да этот бахнет же гад лич а мы феникс все равно уберем мы такие безбашенные ребята феечку конечно феечку кто бы сомневался материться конечно как не в себя этот товарищ а может оставали на ходу сколько осталось 24 здоровья об интересно пробили дам но нам не хватает дайте феникса потерять не хочется 24 здоровья вам давайте птицы уберем смотрите гады какие хотят добить именно именно же птицу нашу в общем феечки терпит ничего страшного судьба у них такая терпеть на 11 хп поставил единорога да что такое что с тобой не так ладно уверена красный игрок побежден отлично получается мы чемпионы ну что ж друзья мои вот такая вот получилась серия коротенькая нормальная в принципе я смотрю по времени занятная миссия любопытно да даже что тут были за проходы через птицы через верховных магов или как называются деды морозы в белых халатиках что было за заклинание вот здесь которые костяные драконы охраняют это свиток заклинания то есть все прилично это не то чтобы кто-то показывает средний палец нет просто вот такой свиток но кому интересно скачивайте замечательную игру покупайте либо вот этот мод да можете скачать который ну в общем полностью переписан код здесь игры так что все в ваших руках и сможете посмотреть сами на карту все ее закутки все ее фрагменты открыть призываю вас быть активными пишите комментарии делитесь эмоциями и впечатлениями это был антиквар всем удачи и до встречи пока пока